Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Очень многие люди безответственны. Всем нужен волшебный пинок для достижения результатов. Видимо, должность руководителя несовместима с образом кроткого христианина. Здоровое размышление, но сказать, что тот, кто входит в счастливые 3% способных быть руководителем, говорят так, наблюдатели и исследователи рода человеческого, что далеко не все призваны быть предпринимателем, руководителями, вождями. Не у всех есть такая способность, кстати сказать, более всего, связанная со стрессоустойчивостью, сохранением здравомыслия среди многих сложных вводных, ежеминутно поступающих к крупному руководителю, который не просиживает штаны на кресле своем зазря, а действительно пользуясь благами начальственного положения, материальными, как правило, да и какими-то признательными со стороны людей, но подлинно руководит. От такого требуются постоянные усилия, и не только пинки, потому что хоть и строгость, дело совсем не запрещенное, а напротив, и Богом установленное, и святыми отцами, представленные в собственном опыте служения, но и пряникам тоже, как говорит один наш современный, замечательный батюшка и педагог. Педагогика состоит в политике кунта и пряника, только пряник нужно всегда предлагать вкушению, вот для напитать чем-то и увлекательным, и сладким, а кнут держать в готовности и перед глазами обучаемого. Это совсем не лишнее дело. «Гневайтесь и не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Солнце — правда, Христос, который, если любовь и любви нас учит, и к любви нас побуждает, он ни в коем случае не должен быть забвен тем, кто, прилагая жизненную энергию, силу своего интеллекта, да и словесную, ибо надо и докричаться бывает некоторых, то есть говорить громко, а не шепелявы, лепетать, что-то такое беспомощное. Когда Моисей признался в своей неспособности хорошо призывать народ, то Господь дал ему Аарона в помощники, как усилитель, как проповедник того, что Бог вручал Моисею для народа, к чему вразумлял его надлежало, и все-таки с некоторой активностью проповедовать. Мы знаем, что освятитель Феофан, будучи совершенной сердечной нежности, милости ко всякому ближнему, однако в бытность свою архиереем, сначала Тамбовским, а потом Владимирским, поручал строгие выговоры своему помощнику, одному из священников, являвшимся сотрудником епархиального управления. Не вовсе исторгал из своей епархиальной деятельности строгость и выговоры, и организацию какого-то наставления, а не всегда сам, точнее, почти всегда не сам опускался в эти объяснения с подчиненным ему духовенством. Так что возможность организационной деятельности со стороны начальствующего, направленная на своих подчиненных, вовсе не является чем-то антихристианским и не обрекает своего исполнителя на мрачное состояние совести, которое укоряет его за нарушение заповеди Божьей о любви к ближнему. Преподобный Силуан Афонский, наш великий русский святой, совершивший свой подвиг молитвы и просвещенный Богом в I-III XX веке на святой горе Афон, являлся экономом монастыря свято-пантелеймонова, и его власть над пятью тысячами рабочих простиралась. Это огромное и неисчерпаемое по количеству забот послушание совершал он, никогда не расставаясь с Иисусовой молитвой и со слезами сострадания к тем рабочим, которые трудились под его началом. Он об этом пишет. Откройте записки преподобного Силуана Афонского и его впечатления от трудов его как эконома, при которых сохранялось его главные делания жизни, сердечная молитва, ставшая причиной стяжания Духа Святого Божьего, с которым он и не расставался, и о стяжании которого всем человечеством непрестанно молился, чтобы каждый человек познал Бога Духом Святым, хотел и просил Бога преподобный Силуан Афонский, представляя из себя замечательного руководителя. А кто сомневается в этом, пускай и поедет, если сможет, на Святую Гору Афону. В Святом Пантелеймонастыре теперь уже открыт музей тех ремесел, производств, которые имели место в Святом Пантелеймонном монастыре в первой половине XX века. Во второй половине, к сожалению, многое пришло в упадок по причине оскудения подкрепления кадрами из Отечества, поверженного в прах и крах большевистской властью. В связи с этим многие и благие процессы там, в русском монастыре, были приостановлены. Но вот сейчас располагающийся на четырех этажах обновленного старинного здания музей ремесел вас убедит в том, что создавать все это, руководить всем этим можно было только при наличии огромных организационных талантов и могущественного волевого управления. При этом молитва, при этом мир сердечный никаким образом не покидал того или тех, кто возглавлял монастырь или эти производства в качестве эконома. Так что всякое воздействие активное на ближних своих вовсе не отменено, но, напротив, утверждается Писанием, не будь духом твоим поспешен на гнев, говорит Экклесиаст, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Таким образом, потеря благодушия не руководителя признак, а признак безрассудства. гнев, матерная брань, которая сейчас считается по несчастью в нашем Отечестве каким-то необходимым ресурсом управления. Шутка по этому поводу может быть понятна, но на деле именно матерная брань лишает человека Божьей благодати и того, кто ее изрыгает, и того, кто ее вынужден слушать. Потому и кажется иногда, что после того, как и выругались начальники или подчиненные, наступает какое-то утихомиривание. Но это утихомиривание, к сожалению, не благодатное, а противоположное содержание. Бесы радуются такому утихомириванию, и не порядок выдворяется, а беспорядок, вражий порядок в душах человеческих, оскверненных срамословием. Так что дело правления будет осуществляться с Божьей благодатью, с молитвенным приуготовлением ко всякому руководительскому служению. Если бы наше заседание Думы или каких-то высоких правительственных собраний начинались бы, как и воинские парады, с молитвы министра обороны, была бы, я думаю, другая плодотворность всяких трудов руководительских, начиная от руководителей государства и заканчивая руководителями отдельных предприятий и ЧП, и ООО, и всего прочего. Молитва и начинаемая, с Божьей помощью совершаемая, и с благодарением от Бога принимаемая, ибо многие, кто и помолится перед делом, забывают благодарить об успешном совершении, и таким образом также духовно обесценивают свои труды. Но вот учитывая все это, будете и руководителем прекрасным, и христианином добрым. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok